Вот хотел я, значит, начать с того, как там у Илона его самая большая в мире ракета впервые тестов на орбиту полетела или, может, взорвалась, но ничего-то они перенесли запуск И вот сейчас, на момент съемки выпуска, получается, что произойдет он где-то вот как раз перед тем, как мы этот выпуск опубликуем Так что я специально не буду сам смотреть инфу, опиши мне все красиво в комментах, пожалуйста, я буду читать, ну, чтобы все прям классно, чтобы звуки взлета в тексте были описаны и так далее Ну, придется начать сосание языка старому деду Я вижу на твоем лице многозначительный... ЧЁ? Сейчас объясню Далай-лама девятый, духовный лидер тибетских буддистов, а в феврале... Ну, назовем это учудил Маленький мальчик подошел к духовному мегадеду с просьбой обняться, но получил полный пакет любви от него Сначала пацана от большой любви ко всему живому на планете подтянули на дружеский поцелуй в губы А потом предложили... ...пососать язык Это все, мои танки Я... ну... Ну, то есть... Чего, блин? И даже несмотря на то, что это так сильно напоминает одно из моих самых любимых видео Кто-то даже пытался защищать Далай-ламу Ведь высунутый язык — это знак уважения и традиционное приветствие в тибетской культуре Привет, Костик Привет, зрители Бенжарно Да, прекрасное совмещение традиций Одна — высунутый язык, а вторая — это когда маленькие мальчики что-то сосут у священнослужителей Очень скрепно, класс, вдвойне, в квадрате Ну а не переживай, все в порядке, вообще на чиле все Потому что официальный твиттер любителя традиций запостил твит про то, что это был пранк, бро Его святейшество хочет принести свои извинения мальчику и его семье, а также друзьям по всему миру, чьи чувства задели его слова Его святейшество часто дразнит людей в невинной игривой манере даже на публике перед камерой Он сожалеет об инциденте В конце как будто бы не хватало еще добавить «пососите мой язык» Я тебе, к сожалению или к счастью, сосать ничего не предложу Зато у меня есть... Ха-ха, это пранк, бро Не будет вступительной заставки сейчас, мне срочно нужно похвалить самого себя Постоянные зрители знают, что мы очень любим делать рекламные интеграции И вместо того, чтобы просто прочитать по бумажке текст, придумываем сюжет И иногда даже какие-то там арки на несколько эпизодов И сами премся с того, когда получается весело Иногда больше, чем с самих выпусков Если вдруг ты работаешь и в рекламном агентстве Или, например, владеешь фирмой, услуги которой нуждаются в качественной, оригинальной, крутой, офигительной рекламе Но не знаешь, как с нами связаться То в описании под видео есть email Business at vidoya.com Пиши туда Ну или если у тебя нет связи с большими фирмами Так тоже бывает Но тебе все равно хочется поддержать новостной блог от Давыдова Есть два отличных, просто потрясающе классных способа Первое, это купить наш мерч Второе, это стать сахарным папиком Или сахарным мамиком Сахарной мамиком Ну, на самом деле, не важно Сахарным родителем номер один Потому что ты мой номер один Ну, короче, поддержать нас на бусте Ссылки на все это, само собой, есть в описании Вот, теперь я готов начинать Ой, ну сука Помнишь, в 21-м году в Нью-Йорке полиция прикупила одного робопса-спота от Boston Dynamics Чтобы, типа, помогать в каких-то опасных операциях с бомбами Или забаррикадировавшимися вооруженными людьми Но жителей тогда прям жестко крепануло от такого киберпанка И инициативу свернули Да-да, это было еще до того, как полиция Сан-Франциско хотела вооружить роботов-саперов И тогда люди тоже добились отмены этого дела Так вот, полиция Нью-Йорка Ну, которые уже отдали обратно спота Решили, что, блин, а может в этот раз вот теперь прокатит И снова двух спотов закупают Теперь даже круче оснащенных, с рукой, все дела Вооружать их не выйдет, правда Потому что Boston Dynamics запретили ставить пушки на своих роботов Но, наверное, ожидая, что жители города снова пойдут с виллами против технологий Мэр Эрик Адамс также рассказал, что в ближайшее время полиция наймет еще парочку других роботов Которых они хотят, типа, для патрулирования использовать Блин, очень похоже на знаешь кого? Экстаминейт! Экстаминейт! Ну вот, может расчет просто на то, что этих народ больше испугается И, ну, робособаки как-то там забудутся Проскочат незаметно Кстати, вообще есть обоснованные подозрения Что в ближайшем будущем нас ждет еще одна гонка технологий Помимо больших языковых моделей типа GPT И в ней тоже участвует OpenAI Это вот, ну, гонка технологий как раз про роботов Только про двуногих роботов Ну, типа, развитие технологий того, как круто они способны двигаться Нам прекрасно демонстрируют все более офигенные видосы тех же Boston Dynamics Потом вот Маск недавно еще со своими криповыми болванчиками подключился Продвигая, ну, сам хайп И идею того, что хоть человекоподобные роботы дорогие и сложные Но зато могут быть задействованы там же, где и люди Без переоборудования рабочих мест А сейчас, благодаря развитию искусственного интеллекта Резко можно улучшить их обучаемость и адаптируемость к окружающим условиям И вот тут как раз интересным событием является то, что OpenAI Жирно инвестировали в норвежскую роботокомпанию 1X Которую на данный момент разработали только роботы с колесиками Но, видимо, что-то еще планируют А у OpenAI есть наработки в сфере искусственного интеллекта Именно применимо к роботам Вот их роборука еще три года назад собирает кубик Рубика Без предварительной программы Как это делать? Она по камерам и сенсорам что-то там ощущает, понимает И обучается в реальном времени Одной рукой Ну, потому что, в общем-то, состоит из одной руки Так что искусственный интеллект скоро станет угрожать рабочим местам Не только дизайнеров, юристов и программистов Потому что условному робогрузчику не надо ни спать, ни есть, ни срать по 40 минут Ни он уйдет в запой Да и вообще, в принципе, он принадлежит роботателю Только это как бы не рабство Ну кайф же! Ну и давай еще о профессиях, которые находятся под угрозой Вот эта фотография девушки по имени Клаудия Запощенная на Реддите на прошлой неделе Спровоцировала интересные обсуждения Ну, дело такое, Клаудии не существует Это сгенерированная в Stable Diffusion фотка Но люди этого не знали на Реддите Комментили, делали ей комплименты и так далее Потом выяснилось, что это нейросетевая фотка Админы там решали оставлять ее или нет Там что-то спорили Ну вот это какая-то вот суета началась А потом оказалось, что Клаудия в принципе Типа проект двух парней, которые создали ее в шутку Постили фотки в разных сообществах И уже заработали на ее OnlyFans 100 баксов Ну, теперь, когда история завирусилась Вероятно, даже больше Правда, эту OnlyFans я не нашел Надо ли мне, не знаю Так вот, и обсуждения поднялись В целом о том, норм ли продавать такие картинки Норм ли выдавать их за фотки реального человека Ну и вот такой вот это все, морализм По поводу того, норм ли продавать такие фотки Ну, как бы, если кто-то покупает, почему бы и нет Авторского права на сгенерированное искусственным интеллектом изображение нет Получается, что никто на него и не претендует Как бы А норм ли выдавать за реального человека Ну, вопрос чуть посложнее Ну, скорее, а надо ли это делать в принципе Как будто люди не дрочат на всякие лоли и фурьпорн Более того, есть такие огромные проекты Как, например, The Realyst Который абсолютно не скрывает, что генерят и фотки обнаженных моделей Я не очень много из их твиттера могу на ютубе показать, само собой Но, думаю, понятно, что качество уже офигенное И продают подборки из этих фотографий Или вот 4К-богиня с патреоном на 30 тысяч подписчиков в твиттер Оттуда фотки на ютубе мне точно не получится показывать, не стоит Вон, есть специальные сайты для генерации именно над сайфарворк изображений Я там, как... вот как папа Карло создал Буратино Сгенерил по референсу фотки Клауди эту... Thick goth girlfriend, назовем так Мне было в лом копаться с промптами Поэтому она достаточно уродливая получилась Full на бусте, кстати Ссылка в описании Не идем ли мы в направлении какой-то страшной бездны? Скорее всего идем Но вряд ли вот только из-за этих картинок Они просто как такой... Секси-вестники апокалипсиса Вот так выглядит довольное лицо Беатрис Фламини Которая только что выбралась из пещеры, где провела 500 дней Это, блин, два года Атлетка из Испании так счастлива не только потому, что наконец сможет принять нормальный душ Там, не знаю, покакать в сливной унитаз Но еще и потому, что 500 дней под землей Это новый мировой рекорд С ноября 2021 года по... ну вот буквально сейчас Беатрис и команда ученых проводили эксперимент Целью которого было изучить, как изоляция и дезориентация во времени Влияет на психику и цикл сна человека Ну, еще учитывая, что она начала этот эксперимент Когда в Испании вовсю были ковидные локдауны и масочный режим Это нормальный такой вариант уйти от паники, ответственности Не платить аренду и получать бесплатную еду почти два года По-своему умно Всю еду и необходимое Фламини получала от своей команды бесконтактно По правилам эксперимента она не должна была видеться с людьми на протяжении всех 70 недель С ней нельзя было связываться даже в случае смерти родственников И за исключением 8 дней, которые атлетка провела в палатке Тоже в полной изоляции, пока в пещере ремонтировали какое-то оборудование Частота эксперимента была полностью соблюдена На глубине 70 метров Беатрис отпраздновала два своих дня рождения Прочитала 60 книг, связала множество шерстяных шапок И постоянно занималась спортом вот в таком вот элитном спортзале Получается, если очень захотеть, то можно еще попасть в книгу Гиннесса И с относительно адекватным рекордом Фламини рассказала, что потеряла счет времени где-то на, по ее мнению, 65-й день А когда эксперимент подошел к концу, не поверила, что 500 дней пролетели так быстро И кроме момента, когда однажды ее пещеру заполонили мухи Восхитительно провела это время Так что получается, она не только не паниковала, даже как бы не хотела вылезать наружу Понимая ее, я тоже часто не хочу выходить в этот страшный мир из комфорта своей пещеры Сейчас специалисты будут исследовать, не превратилась ли уже 50-летняя атлетка в голума И что вообще стало с ее организмом и головой за это время Могут проверить еще некоторых моих друзей У них, в общем-то, кроме того, что они играют в лольчик, стиль жизни примерно такой же Ну и раз уж пошли разговоры про безвылазное сидение в пещерах Знаешь, кто такие Хики Камори? Ну да ты-то точно знаешь Так называют людей, которые отказываются от социальной жизни и стремятся к крайней степени социальной изоляции и уединения Чаще всего без работы и живут на шее у родственников Хики очень большая проблема в азиатских странах с высоким уровнем жизни В основном в Японии и Южной Корее И вот Южная Корея запустила государственный спецпроект Стипендии Хиканам Затворникам в возрасте от 9 до 24 лет будут выплачивать 650 тысяч воний в месяц Чтобы они перестали вонить, приняли душ и вышли в люди Ну что, получается, чтобы они теперь сидели на шее еще и у государства Не знаю, нужно ли потом эти выплаты возвращать или это безвозмездно Может надо отчитываться на что ты потратил и как это способствовало твоему выходу из затворничества Ну, короче, там как обычно, закон приняли, а как реализовывать не придумали Но мне, честно говоря, даже как-то захотелось теперь очень сильно в Корею посидеть в комнате, ничего не поделать Так, года два Из 52 миллионов человек, проживающих в Южной Корее, на данный момент под эту программу подходит как минимум 350 тысяч Ну, как минимум пока предприимчивые родители не смекнули, что можно нарожать себе ферму затворников и, ну, фармить на них бесплатные деньги Ученые из школы менеджмента Келлок не разработали новый вид кукурузных хлопьев Они провели исследование касательно токсичных комментариев в интернете И пришли к выводу, что на самом деле озлобленные комментарии не такие уж и озлобленные Это мы, как читатели, просто добавляем им такой окрас Я, как бы, частично согласен с этим выводом, но условия проведения эксперимента вызвали у меня парочку вопросов, честно говоря Во-первых, исследователи ограничились только твиттером и только постами о политике в США Они связывались со всеми комментаторами этих постов, которые там ссорились И предлагали оценить, насколько озлобленным был их комментарий по их оценке И насколько озлобленным по их оценке был комментарий их оппонента, с которым они спорили И чаще всего выяснялось, что «Да не горит у меня!» Ну, в смысле, что люди оценивают свои комментарии куда менее агрессивными, чем чужие Являются ли они при этом именно такими? Я не стал бы так уверенно заявлять Но в чем я полностью согласен с исследователями? Это в том, что негативные посты в соцсетях привлекают внимание большего количества людей обычно И когда ты видишь, что в интернете кто-то неправ, начинаешь гореть Отвечаешь тому, кто неправ И таким образом повышаешь энгейджмент поста этим комментарием Из-за этого такие посты начинают подпихиваться и тебе, и другим людям алгоритмами соцсети Что как бы порождает вот этот вот порочный круг ненависти и плохого настроения у всех Кроме, собственно, рекламодателей, чья реклама в этот момент крутится возле поста Я считаю, что для общего улучшения психического здоровья всех нас было бы неплохо немного переосмыслить алгоритмы соцсети относительно разжигающего жопы контента Ну, кто я такой, чтобы такое предлагать? Всего лишь человек, который 12 лет читает комментарии во всех соцсетях И имеет дело с алгоритмическими лентами и деформацию психики из-за этого Тут мое мнение, я думаю, вообще абсолютно ничего не значит Еще у меня, как у такого человека, который 12 лет всем этим занимается Есть в Boosty, ссылка на него в описании Там, напомню, в большем разрешении фотографии thick готической подружки Еще там же в описании есть ссылка на покупку мерча Чем быстрее он будет раскуплен, тем быстрее новую партию сделаем На самом деле уже в процессе новый еще мерч, вот в этом же стиле Еще новые предметы, вот еще вот эти остались, худи не раскуплены Это надо проверить, возможно, тоже не раскуплены Сумка, обложка для паспорта Ну и да, как я в начале выпуска говорил, имейл для рекламы лучшей... Ладно, может не лучшей, но очень хорошая реклама Есть тоже в описании, в описании столько всего классного Блин Пойду еще что-нибудь сгенерирую себе Там, где-нибудь там Покаким